Здравствуйте! В эфире информационная программа «Местное время» в студии Андрей Иванов и коротко о главных темах выпуска. Бьет все рекорды, статистика по распространению коронавируса неутешительно. В Иркутской области готовы открыть дополнительные пункты вакцинации. Признание на высшем уровне в Иркутске вручили почетный знак первого избранного губернатора Юрия Ножикова. Олимпиада 80 и ее легенды. Знаменитые спортсмены посетили Ангарск. Начнем с главного. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить выходные с 30 октября по 7 ноября. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой. Голикова также рекомендовала работодателям перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на месяц на удаленку. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал инициативу коллег и намерен доложить о всех предложениях на совещании у президента. Между тем за последние сутки в России выявили почти 34 тысячи случаев заражения коронавирусом. Наши корреспонденты пообщались с горожанами и узнали из первых уст, что думают по поводу незапланированных выходных ангарчане. Мы пенсионеры, нам это все равно, мы каждый день выходные. Ну, кому-то для родителей, например, хорошо с детьми, куда-то съездить можно на недельку. Да нормально, меньше будут болеть люди. Плохо. Почему? Потому что все равно не будут сидеть дома, не будут, и будут так же ходить, и все. А чем это плохо? Ну, чем плохо, то что не работать будут, будут пить. Ну, если спасут эти 7 дней, ну, я что-то сомневаюсь, что эти 7 дней спасут именно. Ну, если спасут, Бога ради. Нам, знаете, все равно. Ладно, дети уйдут, а нам-то все равно работать как-то. Да вы знаете, мне все равно, я по графику, три через три работаю. Ну, плохо, когда дети отдыхают, конечно, ну, что в садиках не будут водить. Потому что дочь, допустим, у меня работает, сидеть не скидет. Если государство нам дает отдых, ну, давайте отдыхать. Будем веселиться, будем какие-нибудь мероприятия организовывать в кругу компаний в масочном, конечно, режиме, естественно. Но плясать, веселиться и запускать фейерверки. В продолжении темы в Иркутской области готовы открыть дополнительные пункты вакцинации. Сегодня насчитывается 93 стационарных прививочных центра. Работает 121 мобильная бригада. Сформировано 27 передвижных пунктов. При этом Приангария не занимает лидирующую позиции по прививочной кампании. Этот вопрос обсудили накануне на заседании оперативного штаба региона. Приангарии на протяжении последних двух недель отмечается значительный рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно констатируется и летальный случай до 20 человек в сутки. Ситуация похожа на военное положение в регионе, отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев. Единственный выход из сложного эпидемиологического положения – это вакцинация населения. Важно сейчас совместно с здравоохранением призвать всех работающих и неработающих вакцинироваться. Определить удобное время и выездными бригадами, как мы делали это раньше, осуществлять вакцинацию. Вакцина в наличии есть, все желающие будут обеспечены. Прошу Министерства здравоохранения держать на особом контроле загруженность пунктов вакцинации. В случае необходимости, как я уже говорил, будем открывать эти новые пункты, в том числе и в местах массового пребывания людей. Так, в середине октября вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Иркутской области об обязательной вакцинации. В первую очередь это касается медицинских и социальных работников, государственных и муниципальных служащих, студентов вузов и профучилищ, сотрудников торговли, сферы услуг, бытового обслуживания, общепита, транспорта, энергетики и промышленности, а также вахтовиков, волонтеров и людей старше 60 лет. Максимально старались отработать на добросовестности, так скажем, наших граждан и хотели максимально сделать это добровольным. Но увидимся, что сейчас темпы вакцинации крайне низкие и из-за этого у нас не формируется достаточный популяционный иммунитет. Именно поэтому тоже поддерживаем такие решения. В Иркутской области первым компонентом вакцины привиты более 640 тысяч человек. Создан запас вакцины – это 260 тысяч доз. Сейчас по поручению губернатора активизируют разъяснительную работу о прививочной кампании на предприятиях, усилят дополнительными операторами горячую линию по коронавирусу. Мария Константинова, Андрей Иванов. Местное время. В областном центре вручили почетный знак первого избранного губернатора Юрия Ножикова. Эту награду вручают тем, кто добился высоких результатов в разных сферах жизни Прибайкалья. В этом году признание получил гендиректор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев. Авиационный завод, по словам Александра Вепрева, стал для него фактически вторым домом. Предприятию он отдал почти 25 лет своей жизни, а авиастроению и того больше – 40. При его непосредственном участии запустили и внедрили в серийное производство Су-30МК, самолет-амфибию Бе-200, Су-30СМ, Як-130. В настоящее время на Иркутском авиазаводе разворачивается серийное производство лайнера МС-21. Это будет среднемагистрально-реактивный пассажирский самолет. Сегодня задача не просто стабилизировать ситуацию в экономике, а обеспечить ее устойчивое развитие. Создавать новые технологичные рабочие места, заградать кадры здесь у нас в Иркутске. И вот эту задачу будем решать, развивая авиастроительную подрость. За многолетние достижения в развитии не только самого производства, но и экономики, а также за активную гражданскую позицию, Александр Вепрев удостоен почетного знака признания. Такую награду Законодательное собрание региона учредило в память о первом избранном губернаторе Юрии Ножикове. Торжественное вручение прошло на самом заводе. В нем приняли участие глава приангарья Игорь Кобзев, депутаты областного парламента, лауреаты премии прошлых лет и дочь легендарного губернатора Татьяна Хомякова. Одну из цитат первого избранного губернатора зачитал спикер Законодательного собрания Александр Ведерников. Спасают как раз нестандартные решения. Не надо бояться, что останешься один, что дадут по шее. Александр Алексеевич, впереди много работы, шея у вас крепкая. Поможем. Мы и жители Иркутской области. Поздравляем. Почетный знак признания учредили в Заксобрании Иркутской области 10 лет назад. За это время награды удостоен 21 человек. Среди них детские хирурги Иосиф Тетьев и Юрий Козлов, тренер по художественной гимнастике Ольга Буянова, директор Иркутского областного художественного музея Елена Зубрий, академик РАН Михаил Кузьмин. По словам лауреата этого года Александра Вепрева, такая награда это большая ответственность и стимул к дальнейшей работе. Андрей Иванов, Наталья Хмелева, Местное время. Ангарск посетили легенды советского спорта. Визит чемпионов состоялся в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту России». Цель проекта – познакомить начинающих атлетов с именитыми спортсменами, а заодно узнать, удается ли регионам сохранять физкультурное наследие прошлых лет. Подробности у Александра Бычкова. Это кадры с летних Олимпийских игр 92-го года. Последний триумф наших спортсменов и в последний раз уже бывшие республики СССР выступают в составе одной команды. Итог – золото в общемедальном зачете. С 1952 по 92-й год советские атлеты выступали на Олимпийских играх 10 раз и лишь дважды уступили лидерство. До сих пор ни одна страна не смогла повторить этот рекорд. Многие славные плеяды советских олимпийцев сейчас посвятили себя воспитанию следующих спортивных поколений. Как рассказывает чемпионка по волейболу Людмила Жигилий, главное для молодежи – правильная мотивация. Когда некоторые говорят, зачем? Зачем? Чтобы наши дети знали, знали вот эту преемственность поколений – молодежь и наши дети. И когда выходишь с этих мероприятий, у детей горят глаза и говорят, я хочу быть как вы. И я все, я понял, я пойду в спорт. Это суперно. В рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды» детям и молодежи Людмила Васильевна вместе с супругом, чемпионом мира по баскетболу Владимиром Жигилий и олимпийской чемпионкой Ириной Сумниковой посетили Ангарск. Цель – пообщаться с местным спортивным сообществом, а заодно узнать, жив ли массовый спорт в регионе. Благо, Ангарску есть чем гордиться. Городу удалось сохранить большинство спортивных объектов. Многие претерпели капитальный ремонт, а некоторые созданы с нуля. Историзм, который заложили наши первостроители, руководители первых комбинатов мощнейших этих, они вот какое-то такое очень мощное спортивное явление сами по себе. И мы немножко еще сейчас, наверное, все-таки паразитируем на том, что они создали. Но тем не менее, все-таки ежегодно мы какие-то усилия вкладываем в улучшение инфраструктуры, вовлечение ребятишек, создание каких-то таких условий, чтобы сформировать некую уникальность, как мысльно-биатлонный комплекс. Как признаются представители мэрии Окружной Думы, сохранять физкультурное наследие, созданное в СССР, удается с трудом. Как, впрочем, и везде. Предприятие, содержавшее всю спортивную инфраструктуру, сейчас в частных руках. А в местный бюджет от налоговых сборов возвращается не более 10%. И через это становится ясно, благодаря чему советские спортсмены раз за разом вставали на пьедестал победителей. Они не нуждались практически ни в чём. Я работаю в Шор Сибиряк. И практически мы тренируемся на том инвентаре, на котором я, еще будучи спортсменом, в 70-е годы тренировался. С инвентарем, таким как специальная овоя для спорта, специальная одежда для спорта. Тоже проблемы, тоже это всё делается в основном за свой счёт, за счёт спонсоров сейчас днём с огнём, как говорится, не сыщешь. Как рассказывает руководитель программы Наталья Боярская, за последние 7 лет она посетила более полутысячи российских городов. Увы, заброшенные стадионы и спортивные объекты, отданные под частную застройку, в нашей стране отнюдь не редкость. Как минимум в Ангарске ничего подобного нет. И несмотря на сложности, у местных детей всё ещё есть возможность тренироваться бесплатно. А хватит ли этого на то, чтобы повторить спортивные подвиги прошлых поколений, покажет время. Александр Бучков, Роман Буйнов, Местное время. К другим темам. Рука помощи в самый сложный момент. В посёлке Мегет начал работать Центр гуманитарной помощи. Сегодня это настоящее подспорье для многодетных семей и одиноких родителей. Здесь можно получить тёплые вещи, предметы детской гигиены и обувь. И поделиться подобным с теми, кому тоже нужна поддержка. Мария Константинова продолжит. Тёплые куртки, детские комбинезоны, ботинки – всё то, из чего маленькие дети очень быстро вырастают и что необходимо сейчас, когда заметно похолодало на улице. Центр гуманитарной помощи открыли ангарские энтузиасты. Вячеслав Лукьянов работает в энергосберегающей компании, является постоянным прихожанином Свято-Троицкого кафедрального собора. Мужчины считают, что такая поддержка крайне необходима многодетным семьям и одиноким мамам. Даже в день открытия сюда не с пустыми руками пришли неравнодушные мегетчане. Нам принесли порядка трёх-четырёх, наверное, мешков одежды уже. И достаточно одежда вся была очень хорошая. Мы её сразу же развешивали и развешивали на плечики, для того, чтобы люди другие брали. Все вещи предоставляются центрам и приносятся сюда на благотворительных началах. Здесь также бесплатно намерены трудиться добровольцы, которые будут заниматься отбором и сортировкой всех предметов. Центр гуманитарной помощи находится на территории православного храма имени Иоанна Златоуста. История возникновения организации на самом деле очень удивительная. Один из постоянных прихожан церкви на безвозмездной основе предоставил павильон. Теперь нуждающиеся могут выбрать здесь необходимые вещи. Благое дело для чудесного добра, признаётся настоятель храма, отец Владислав. Это помещение с 2008 года также совершенно бесплатно. Иркутский предприниматель предоставил для самых маленьких жителей мегета, чтобы они зимой могли согреться в тепле после катания на коньках. Из-за коронавирусных ограничений павильон пустовал. Тогда было принято решение использовать вагончик для другой, но также благой цели. Создание условий для жителей посёлка Мегет. С одной стороны, для тех людей, которые могут дать чистую, опрятную одежду, которую не стыдно будет одеть другому ребёнку или другому человеку. И с другой стороны, эту одежду передать тем людям, которые в этой одежде или, скажем так, в единических наборах нуждаются. Центр гуманитарной помощи в Мегете не единственный. Уже три года организация работает в Ангарске. Руководители планируют открыть подобные в Саватеевке и в деревне Большая Елань. Среди местных жителей есть острая потребность в такой поддержке. Также решается вопрос о помощи продуктами длительного хранения. В Мегете центр будет работать в выходные дни с 13 до 16.00. О дополнительном времени можно договориться с настоятелем храма. Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время. Туман помешал совершить посадку в Иркутске. Областной аэропорт направил три самолёта из Москвы в соседние города Братск и Улан-Удэ. Судно принадлежат авиакомпаниям S7 Airlines и Аэрофлот. Приземлиться в столице при Ангаре они должны были в 11.00, 11.15 и 11.40. Как уточнили в пресс-службе, все самолёты вернут в Иркутск, как только рассеется туман. Сегодня в Ангарске эвакуировали персоналы пациентов детской стоматологической поликлиники. Людей срочно выводили на улицу. Связано это было с сильным задымлением и возгоранием, которое произошло в помещении. Такова легенда учений по пожарной безопасности. Подобные мероприятия здесь проходят дважды в год. Вначале медицинские работники прошли традиционный инструктаж, после чего уже на практике закрепили знания. Специалисты провели наглядный мастер-класс, рассказали о правилах использования огнетушителя и его содержимом. Эвакуировались, я считаю, на пятёрку. В определённое для этого времени мы вложились три минуты. Из здания эвакуированы все, как пациенты, так и сопровождающие, и, естественно, персонал. Подобные учения проходят регулярно во всех медицинских учреждениях по рекомендации Министерства здравоохранения Иркутской области. К другим темам. Белорусская ярмарка вернулась в Ангарск с новой коллекцией обуви для проблемных ног. Организаторы наряду с ботинками и сапогами приготовили большой выбор пуховиков российского производства. Подробности далее. Белорусская ярмарка в Ангарске с новой коллекцией. Удобная тёплая обувь подойдёт для людей с высоким взъёмом, широким голенищем и выпирающей косточкой. Каждая пара демисезонной и зимней обуви имеет подошву антилёд, которая сохранит равновесие на скользкой поверхности. А пропитка полифит препятствует промоканию обуви в сырую погоду. Здесь представлены удобные и стильные модели из натуральной кожи и меха на любой вкус. Появилось очень много мужских и женских моделей новой зимней обуви, да, людьми сезонной обуви. Поэтому есть из чего выбрать. Ждём ангарчан на нашу ярмарку. Более тысячи моделей пуховиков, тублёнок и курток представлены для ангарчан. Тёплая верхняя одежда из высококачественных наполнителей не садится при стирке и не впитывает запахи. Пуховики от русских производителей согреют и даже сильные морозы. Внутренняя подкладка мембрана позволяет телу дышать. Высококачественные наполнители, такие как верблюжья шерсть, лебяжий пух, биопух, позволяют сохранить оптимальную температуру тела, при этом не утяжеляя пуховик. Зимняя и демисезонная одежда ярмарки богата размерным диапазоном от 44 до 72 размеров. Дружелюбные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор, учитывая все ваши пожелания. На первом этаже я приобрела обувь, мне понравилась подошва, голяшка, качество. И поднимаясь на второй этаж, я тут же выбрала себе на зим пуховичок. Мне очень понравился выбор, фасон и довольно приемлемые цены. Белорусская ярмарка обуви на проблемную ногу и пуховиков от российских производителей работает в кинотеатре «Родина». Ассортимент выставки обновляется каждые три дня. Успевайте, обновить гардероб можно до конца этого месяца. Выставка товаров из Индии в Ангарске. Ароматный индийский чай, косметика для кожи, лица и тела без искусственных компонентов. Шампуни, зубная паста, мыло ручной работы, стойкие духи на масляной основе, натуральные аромомасла и благовония созданы по национальным традициям. Я здесь не первый раз, я уже здесь однажды покупала, брала вот эти масла, они такие приятные, очень долго держатся. Еще я покупала масло для рук, оно тоже очень приятное такое, но мне здесь все нравится. Украшения для дам из переливающихся камней, сережки, кольца, браслеты и ожерелья. Здесь представлены уникальные сувениры из оникса, натурального индийского камня с оригинальным природным рисунком. У нас чай, уникс, все из натурального, которые из Индии, из Пакистана. Приглашаем ангарчан в покупку мы. На выставке вы можете приобрести индийские масла для волос и тела, а также уникальный суперфуд – масло черного тмина. Масло черного тмина, натуральное, холодного отжима. Он абсолютно идет для всех, как и для взрослых, так и для детей. Гости из Индии привезли для ангарчан одежду из хлопка, яркие палантины, красочные пледы и шторы. Выставка работает во дворце Спорта Ирмак с 10 утра до 7 вечера. Успеть окунуться в атмосферу колоритной культуры можно до 24 октября. Если вам интересного события, то отправляйте видео нам в директ. До встречи!